Уважаемые гости, доброе утро. Меня зовут Андрей Шенк. Я в компании открытия инвестиций отвечаю за развитие инвестиционного консультирования. Сегодня я буду выступать в роли модератора. Позвольте мне представить спикеров. Это Юрий Маслов, генеральный директор открытия инвестиций, а Аиша Кубезова, заместитель генерального директора открытия инвестиций. Я займу сейчас буквально 5 минут по организационным вопросам. Потом мы построим следующим образом. Примерно полчаса основные спикеры расскажут свое видение происходящего, расскажут о том, какие решения и как принимались. Я надеюсь, ответят на большинство вопросов, которые мы предварительно собирали, и их закроют. Затем мы примерно час посвятим вопросам и ответам со стороны вас. Здесь я попрошу, чтобы мы соблюдали определенные правила. У нас ведется трансляция. Трансляция записывается, она записывается как аудио, так и видео, поэтому снимать нас необходимости нет, но если вы хотите, вы можете это делать. Но я только попрошу вас выключить звуки на мобильных телефонах, чтобы не было звонков, потому что ведется трансляция, чтобы люди, которые смотрят ее онлайн, слышали нас хорошо и, соответственно, видели нас хорошо. Я также попрошу в сессии вопросов и ответов поднимать руки, к вам будут подходить люди с микрофонами, чтобы вы задавали вопросы в микрофон. Почему? Потому что, опять же, если вы будете задавать вопросы без микрофона, люди, которые смотрят нас онлайн, не смогут нас услышать. Гости, которые присоединились к нам онлайн, вы также можете задавать вопросы в телеграм-канале «Открытый инвестор» или «Опен инвестор». Эти вопросы будут мне пересылаться на телефон, я буду их, соответственно, спикерам задавать. Я попрошу в той части, когда спикеры будут выступать, не перебивать, не комментировать, опять же, из зала, потому что это просто тяжело выступать перед большой аудиторией, когда возникает такая вот дискуссия. Давайте построим дискуссию правильно. Сначала основная часть, я надеюсь, она закроет большую часть вопросов, затем вопрос и ответ, и в режиме поднимаем руку, подходит человек с микрофоном. Общее правило, один человек, один вопрос, потому что времени мало, вопросов много, мы хотим дать слово всем желающим. Те люди, кто не успеет задать вопрос, у нас в зале работают мои коллеги, вы можете к ним подойти и, соответственно, эти вопросы задать. Мы их либо возьмем в проработку, либо постараемся в кофе-брейке на них ответить, если это возможно. Также я прошу вопросы, касающиеся, если такие будут, конкретных, например, ваших портфелей, тоже мы, наверное, публично разбирать их в таком формате не можем, просто не имеем права. Также, если касается конкретно вашего какого-то портфеля, задавайте коллегам, мы на них ответим. Также здесь есть два моих сотрудника, Ярослав и Илья, они будут навигировать меня, если я вдруг не вижу, что вы поднимаете руку, поэтому вы можете их просить со мной связаться, если я вдруг вас не заметил и не дал вам слово. Я думаю, по организационной... А, еще один важный момент. Да, у нас в зале присутствуют журналисты, но я все-таки хочу подчеркнуть, что в первую очередь это клиентское мероприятие, по этому вопросу мы будем приоритетно задавать нашим клиентам. Коллеги журналисты, можете подойти к нам, соответственно, после мероприятия, задать вопросы, мы на них, соответственно, с вами ответим. Давайте начинать. Юль, тебе слово. Проверка. Добрый день, уважаемые клиенты, в первую очередь, и некоторые журналисты. Давайте я постараюсь за умеренное время рассказать о том, как мы проходили санкции, что мы делали с бумагами, чтобы на какие-то вопросы ответить заранее. Потом всегда будет возможность задать уточняющие вопросы в конце уже все-все вопросы по ответу. Значит, первое, что нужно сказать, открытие, вся группа, и в частности, там, открытие инвестиций попали в санкции в первой волне, в числе первых, прямо в день, так сказать, в день объявления. Вот, и как мы к этому готовились, что мы предпринимали, например, стоит точно упомянуть, что мы переводили бумаги клиентские, в основном мы держали их на момент объявления санкции в НРД. Почему в НРД? Потому что исторически у всех участников российского рынка и у нас НРД считается самым надежным депозитарием, потому что он удовлетворяет кредитному качеству, у него есть всегда поддержка от Центрального банка. И самое главное, это депозитарием российской юрисдикции, то есть если какие-то действия, которые будут проводиться в одностороннем порядке в России с инвестициями, с активами, будут проводиться в первую очередь в НРД. Вот сейчас грядет расконвертация ДРов, и это как раз тот самый пример, когда внутри НРД мы делаем, мы как индустрия, я имею в виду во главе СЦБ, делаем какие-то действия по защите инвесторов, по защите активов инвесторов, которые, в общем-то, возможны только в российском праве. Поэтому большинство активов мы держали в НРД. В принципе, по схемам торговли на иностранных рынках использовалось две основных схемы. Первое – это бумаги в НРД, которые по расчетам ДВП поставляются по сделке. И второе – это бумаги в других депозитариях, на которые не требуются отдельные ДВП-инструкции, которые поставляются просто по факту того, что они лежат в иностранном депозитарии. Такой случай у нас тоже был, это кредит-свиз, где мы держали какую-то долю активов на момент объявления санкций. И здесь могу сказать, что решение по работе через НРД, оно было правильное, потому что уровень взаимодействия с иностранными депозитариями, он постоянно очень волатилен, очень волатилен и постоянно, ну, то есть, системно укрушается. В принципе, поскольку мы все видим блокировку НРД и внесение НРД в санкционный список, вот это прямо та самая история, когда взаимодействие с иностранными депозитариями ухудшается даже на уровне рынка. То есть, когда на самом деле Евроклир НРД заблокировал 25-го числа, тогда же, когда и нас, просто мы заехали в санкционный список, поэтому нам просто говорили, парни, вот санкционный список, мы вас послали на дополнительный комплайенс. А НРД, несмотря на то, что не был в санкционном списке, попал на дополнительный комплайенс, 3 месяца комплайенса, никаких операций. На самом деле, вот основная модель работы, единственная, по сути, модель работы с иностранными активами, это был мост НРД Евроклир, когда у этих двух депозитариев есть перекрестные депозитарные счета, внутри которых проводятся операции. И вот этот мост, он поломался прямо 25-го числа. Вот мы, на самом деле, первое время, поскольку у нас был, благодаря генеральной лицензии АФАКа, онлайн период, то есть период, когда мы могли выйти из бизнеса легально, в соответствии со всем санкционным режимом, у нас был этот период на месяц, с момента введения санкций. Мы некоторое время еще удавали продавать активы, но когда поняли, что есть сложности с расчетами, как раз из-за того, что мост НРД Евроклир сломался, мы прекратили это делать. Вот, и здесь мы уже приступили, скажем, к следующему этапу защиты ваших активов, это перевод в других, ну то есть там было две ветки. Первое, это писать жалобы в АФАК, как сказать, как называется, обращение в АФАК, с тем, чтобы те, по сути, неурегулированные, незаконные действия Европлира и других депозитариев, которые помешали нам исполнить вот эти вот операции, связанные с клиентами, мы могли таки провести. Вот, а вторая ветка, это перевод активов к несанкционным брокерам. И где-то до 21 марта мы давали возможность перевести куда хотите. После 21 марта мы выбрали, так сказать, монопартнера по переводу, специально выбрали маленькую компанию, чтобы она с меньшей вероятностью попала под следующую волну санкций, потому что в какой-то мне стало понятно, что мы не последние, и перевели активы туда. К сожалению, ну по факту, по факту, все действия по переводу, они закончились тем, что Мердай оказался заблокирован. И даже действия наших коллег по рынку, которые мы видели, они тоже закончились тем. Вот, поэтому здесь сейчас наши усилия направлены на то, чтобы, первое, частично, ну то есть по шагам как-то разблокировать эти активы или заменить их на какие-то активы, которые могут торговаться в российском праве. Вот, например, мы очень активно участвовали в истории с АДРами, и там, ну, я не назову нашу компанию так сильным логистом, но мы были в высокой степени идеологом этого действия, потому что в любой ситуации все, что может поменять те активы, которые у нас заблокированы, не дружественные, на какие-то активы дружественные, которые работают в российском праве и могут быть обращены в ликвидность, все эти действия мы поддерживаем. Я не буду говорить, у нас есть еще одна дискуссия с разными участниками рынка, НФА, Науфор, ЦБ, там есть у нас более радикальные предложения вот по повышению ликвидности, по обмену активов, но я их пока не буду анонсировать. Посмотрим, если мы с регулятором сможем договориться, это будет, конечно, очень большой плюс, пока коллеги из регулятора не настолько радикальны, насколько мы на самом деле в предложениях. Вот, соответственно, почему мы выбирали вот этого маленького монопартнера, я уже сказал, потому что первое, вероятность попадания в санкции невысокая. Второе, потому что мы и впоследствии мы видели опыт коллег по переводу в множество партнеров, я не буду ссылаться на коллег, но многие с этим не справились. И для нас было важно обеспечить вот этот переход. Мы решили, что мы там за пять дней сможем все бумаги перевести в одного партнера операционно, потому что нам было важно продлить период, когда мы вводили на всех, куда вы пожелаете, как клиенты. И вот, поэтому, ну и там во многом, когда говоришь с другими участниками рынка, они ставят условия, которые, ну, в общем, не могут быть неприемлемыми для компании, для клиентов. Ну, то есть нам важно было, нам важно было операционное участие, чтобы мы во многом могли и помочь принять наши активы, и не, как бы, не ухудшить положение клиентов, при этом переводят. Вот. Поэтому, собственно, мы и приняли такое решение. Ну, вот это вот краткое ревью того, что мы делали. Соответственно, я сейчас передам слово Аише по поводу больше бизнес-части. Вот. А уточняющие вопросы, какие-то развернутые ответы в сессии вопросов ответы, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, Аиша. Немножко расскажу про Digital, потом немножко расскажу, что мы делали с точки зрения поддержки клиентов. С точки зрения Digital, в первые же дни, по сути, как только были санкции, все платформы-держатели, Apple и Google удалили нас со стороны. Мы были первые. Мы, в принципе, ожидали эту ситуацию, поэтому мы сформировали СДК, но мы не ожидали следующей ситуации, потому что сертификаты отзовут. Сертификаты — это сертификат безопасности, который вшит в приложение. То есть они нужны для того, чтобы не было утечки данных. По сути, в первый же день нас отозвали сертификаты. И мы, быстро пытаясь сертификаты сформировать через другие компании, мы сформировали, но Apple не позволяет обновляться. То есть поэтому получается то, что если приложение было скачано, оно также перестало работать. У других профучастников, у кого-то нет сертификатов безопасности, кто-то, возможно, подготовился и выпустил сертификаты уже после второй волны через другие компании. Что же мы делали дальше? Мы, естественно, сделали в первую очередь опубликовали сразу же, на второй же день, если вы видели Android на сайте, мы опубликовали в Samsung, Xiaomi, Rostor, Rostor, мы все, что могли, там целый комплайнс-процедура, но мы это сделали. Единственное, что с Huawei, проблема в том, что Huawei, к сожалению, уже три месяца у нас зарядка находится на согласовании, они не публикуют, видимо, боятся в количестве санкций. С точки зрения план, мы понимаем то, что у многих клиентов тоже есть iOS, есть несколько вариантов, да, были вариантов, если вы знаете, часть профучастников пошли на тему того, что они быстренько реализовали приложение, но у них же удалилось быстро это приложение. Мы действуем по принципу все-таки надежности, то есть мы не хотим подставлять ни клиентов, ни стороннюю компанию. Мы, в первую очередь, фокусировались на PWA, если вы знаете, PWA – это Powered Web Application, по сути, это Progressive Web Application, по сути, это технология, которую используют Spotify, LinkedIn, Debenhams, ну, очень многие компании. Это аналог полноценного мобильного приложения, просто он как бы, то есть его можно установить на смартфон, и он быстрее работает. Мы сейчас сделаем так, чтобы можно было по Face ID, Touch ID, можно зайти, ну, по сути, это такая замена. Плюс мы дополнительно вырабатываем более целостное решение для того, чтобы по необходимости, возможно, мы дадим клиенту мобильного приложения, если мы будем уверены, что это будет надежный поставщик и действительно может работать надобно с точки зрения поддержки клиентов. Мы 25 лет на рынке, многие клиенты с нами работают уже более 10 лет. Для нас очень важно, чтобы клиенты оставались с нами. И когда началась эта ситуация, мы, чтобы понимали, весь менеджмент он не работал, он, наверное, работал 5 недель точно без выходных, по сути своей мы поняли, что сейчас период неактивных продаж, но поддержка у нас, чтобы понимали, нагрузка на поддержку в разы увеличилась. В людей же количество такое же осталось, а запросов очень много. Поэтому у нас даже часть людей переквалифицировалась, то есть часть людей выполняли рутинную работу для того, чтобы помочь поддержке. Плюс мы сейчас открыли центр в Саратове дополнительно, мы автоматизируем процесс, мы понимаем, что там есть сложности, но мы двигаемся в направлении для того, чтобы улучшить поддержку, потому что это важный функционал. Второе, это мы понимаем, что в начале многих клиентов попали в очень сложную ситуацию, и мы попытались сделать определенную активность. То есть, например, мы в апреле месяце давали клиентам процент на остаток. То есть, в отличие от других профчастей, которые давали на потоку правила, тут раз больших сумм, мы давали 10 тысяч рублей от 100 долларов, клиента процент. Второе, с учетом ситуации с мобильным приложением, мы на два месяца полностью взяли на себя расходы по мобильному клиенту, для того, чтобы клиенты могли иметь альтернативный какой-то канал, это мобильный клиент. Плюс мы, естественно, видели то, что в начале был такой отток клиентов, активов, потому что в начале в начале видела паника была, и, в принципе, кто-то ожидал, что это только два участника, ну, даже три, да, с АПУПА, ДВ и АТВ, и они отсекали к другим брокерам. В апреле месяце мы стали видеть приток клиентов, возвраты, ну, потому что все, кто-то начал понимать, что ситуация, по сути, похожей становится. И для того, чтобы, ну, в качестве лояльности клиента, вы тоже знаете, наверное, то, что мы запускаем там на полтора месяца акцию, что если он возвращается, мы даем, по сути, процент. То есть это не такая маркетинга, которая на повлечение, это больше, наверное, было направлено на поддержание. Что мы в дальнейшем планируем? Ну, естественно, то, что я уже озвучивала, это улучшать поддержку, улучшать удерживать процессы, плюс мы будем, естественно, в четвертом портале фокусироваться, смотреть на, каким образом развивать аналитическое подразделение, то есть чтобы давать правильные, ну, вернее, как минимум, достаточные прогнозы для клиентов, ну, и улучшать условия, то есть условия сервисов и бизнес-какликтов и продуктов. В целом, наверное, все. Все вопросы? Юра, еще большое спасибо. Уважаемые коллеги, давайте перейдем тогда к вопросам. Вот у нас первый вопрос, человек поднял руку. Девушка, подойдите, пожалуйста, с микрофоном. Я напомню, да, что мы поднимаем руки, задаем вопросы в микрофон. Коллеги, кто смотрит нас по онлайн, задавайте, пожалуйста, вопросы в телеграм-канале OpenInvestor. Юрий Владимирович, коллеги, добрый день. Подскажите, что все-таки произошло 1 марта 2022 года? Как вы уже сказали, 25 марта, 24 марта, посредине санкций, было дано 30 дней на закрытие позиции, да? Вот смотрите, доплачу до февраля. В течение трех рабочих дней, 25-28 февраля, я закрывал позиции. Несмотря на то, что, как вы говорите, утверждаете, санкции вношения НРД со стороны Евроклир вступили в силу немедленно. В то же время клиенты Совкомбанка имели возможность закрыть позиции вплоть до 26 марта 2022 года. И более того, были предупреждены о необходимости это сделать. В то же время от открытия мы видели несколько другие коммуникации, все хорошо, оставайтесь с нами, ситуация стабильная, вот не раскачиваем, как говорится. Вот, скажите, что произошло, если у вас документальное подтверждение того, что НРД препятствовал осуществлению сделок со стороны открытия, вот именно, не знаю, с 1 марта или когда у вас возникли проблемы с проведением сделок? В общем, это мой вопрос. Спасибо большое. А на будущее можно попросить представляться, чтобы нам проще было к нам нецел? А кто очень приятно? Спасибо большое за вопрос. По сути своей, мы, когда говорим о закрытии позиций, мы держим в Питерскую биржу. Поэтому первые 2 дня, если вы помните, мы давали расчеты по Питерской бирже, мы, по сути, давали возможность принять их продавать. Если вы знаете, расчеты происходят на Т плюс, там, 2 дня. Когда мы уже рассчитывали с Питерской биржи, Питерская биржа через 2 дня к нам вернулась, сказала, что дальше продавать, по сути, бессмысленно. Ну, то есть мы совместно обсуждали, мы видели, что с расчетами есть сложности, если мы говорим про НРД и Европей, и расчеты не идут. И, по сути, у нас произошел такой гэп по времени, то, что в течение 2 дней мы давали, а через 2 дня нет. По поводу Совкомбанка. Непосредственно общалась тоже с коллегами Совкомбанка. Пока я не получила подтверждения, действительно, надо будет посмотреть, о том, что была ли такая ситуация или нет. Потому что мы смотрели, что кто-то, пожалуй, уже обозначал Совкомбанк. Мы проверяли, надо смотреть всю...